Всем привет! Это обзор шестой серии шоу Холостячка. События в серии, мое мнение о событии. Главным событием этой серии было знакомство Ксюшиного сына Платона с парнями. Сынок у Ксюши очень классный, активный, воспитанный. Больше всего Платону понравился Андрей Шатырком. Неудивительно, так как Андрей вел себя как аниматор. На первой встрече Лешу Платон назвал кирпичом, а на второй встрече Леша расположил ребенка, а также исполнил мечту мальчика – подарил электросамокат. Саша позволял Платону все, поэтому понравился мальчику, а Ксюша была на него зла за это. В начале серии вся компания садила деревья. С этого мероприятия Ксюша отправила домой Игоря, так как он как бы был в шоу, но его как бы уже и не было, чего зря задержать. Далее Ксюша отправилась на свидание с Андреем Рыбаком. Андрей пригласил Ксюшу в спа. После леса уместно, но могло и напугать девушку. А пока Ксюша наслаждалась массажем от Рыбака, пока целовалась с ним, другие мужчины развлекали ее ребенком. Катались на квадроцикле. Были в серии еще свидания. Следующим свиданием было свидание с Андреем Шатырком. Ксюша и Андрей прыгали с парашютами. Свидание было замечательным, но Ксюша поняла, что Андрей только друг. Было групповое свидание с Андреем Рыбаком, Сашей и Женей. На этом свидании Андрей с Ксюшей выясняли отношения. Думаю, Андрею сложно в жизни с таким характером. А Саше было очень неприятно смотреть на происходящее. Он ревновал. Далее Женя забрал Ксюшу на индивидуальное общение. Подарил ей золотую цепочку с золотым кулоном с бриллиантом. Думаю, дорогой подарок на первом этапе отношений не очень уместен. А также было странно, что Женя акцентировал внимание на том, что подарил дорогой подарок. Как будто он хотел не Ксюшу порадовать, а показать свой статус зрителям, ну и Ксюшам. Последнее свидание было с Лешей и с Платоном. Ксюша хотела посмотреть, как Платон взаимодействует с Лешей. Все прошло на высшем уровне. Не понравилось только то, что свидание происходило на территории гостиницы. И другие парни видели происходящее. А на этом все. Подписывайтесь на канал. До скорого.